Вы смотрите итоговый выпуск программы де-факто событий и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. Чрезвычайная ситуация, работа правоохранителей, дорожная обстановка, все самые громкие факты в еженедельной рубрике обзор происшествий. Киберпреступность, кто в зоне риска и главные постулаты правил информационной безопасности. Что такое вишинг и как не попасться на уловки телефонных мошенников интервью с экспертом. А также подборка происшествий, которые попали в объективы камер наружного наблюдения, авторегистраторов и мобильных телефонов, людей со всего мира в рубрике «Я очевидец». Оставайтесь на Беларусь 4. И как обычно, начнем с обзора происшествий и новостей в мире криминала за неделю. В Гомеле установлен администратор деструктивных телеграм-чатов. Правоохранители вышли на 21-летнего студента одного из гомельских университетов. Он являлся куратором дворового телеграм-чата в железнодорожном районе областного центра. Кроме этого, выявлена 21-летняя девушка, активная участница протестных телеграм-групп, а также администратор дворового телеграм-чата в советском районе города Гомеля. Ими распространялись информационные материалы из других деструктивных каналов, призывы к участию в беспорядках и хулиганских действиях. Задержан гомельчанин, похитивший у банка 1 миллион 700 тысяч рублей. В начале января на онлайн-площадке по торговле валютами мужчина увидел, что за один российский рубль давали 3,43 белорусского и решил произвести выгодный обмен. В действительности, это была стоимость 100 российских рублей, просто при установке курса в банке произошла техническая ошибка. За три дня предприниматель провел 28 валютно-обменных операций и получил свыше 1 миллиона 700 тысяч рублей. Банк обнаружил ошибку и пропажу денег, после чего обратился в милицию. В деревне Чкалово Гомельского района горела сельская библиотека. К месту вызова было немедленно направлено несколько расчетов спасателей. Наблюдалось открытое горение кровли. Пожар был ликвидирован. Огнем повреждены 30 квадратных метров крыши и потолочное перекрытие. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии. Нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Неосторожное обращение с огнем. Снегопады застали врасплох многих участников дорожного движения. В районе деревни Ларещево грузовой автомобиль «Вольво» стал буксовать на заснеженном покрытии, выехав на железнодорожный переезд. Через несколько минут загорелся красный сигнал светофора, сообщающий, что скоро пройдет поезд. Товарный состав применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Водитель вовремя покинул автомобиль. Пострадавших нет. В результате столкновения поврежден грузовой автомобиль и опора освещения. Кибермошенничество. Сегодня этот термин мы часто слышим с экранов телевизоров, по радио, читаем об этом в прессе и в различных интернет-ресурсах. К сожалению, с развитием технологий киберпреступность набирает обороты. Данные правонарушения основываются на использовании компьютерных технологий, сети интернет и сопряжены с распространением вирусов, нелегальной загрузкой файлов, кражей личных данных, сведений, платежных банковских карт, данных о счетах и другой конфиденциальной информации. При этом киберпреступлением считаются только те правонарушения, в которых ведущую роль играют смартфон, компьютер или компьютерная сеть. Доля злодеяний с использованием этих ресурсов значительно выросла, особенно в последние дни. Поэтому обеспечение безопасности в информационной сфере сегодня требует тщательного анализа новых рисков и угроз, постоянного поиска механизмов противодействия, выработки рекомендаций по защите персональной информации. По данным правоохранителей, злоумышленники постоянно совершенствуют формы и методы киберпреступлений. Раньше чужой банковской карточкой завладевали в основном малознакомые друг другу люди после совместного распития спиртного. В банкоматах они снимали денежные средства или рассчитывались через платежные терминалы, иногда посредством сети интернет. Но эволюция кибермошенничества за последние два года шагнула далеко вперед. Сейчас распространение получает более интеллектуальные способы и формы хищения. Среди актуальных угроз отмечают кражу денег с использованием дистанционных банковских каналов, подмену платежных реквизитов, деловой переписки, рассылки вирусных программ, шифрование коммерческих данных предприятия с последующим вымогательством средств. Раньше мошенники звонили гражданам по телефону и для получения доступа просили их сообщить код, который приходит им на сотовый аппарат. После этого, используя этот код, они могли спокойно войти через интернет в личный кабинет пользователя, как бы от имени пользователя используя этот код, и совершать таким образом хищение денежных средств со счетов граждан. В последнее же время немножко изменился вид, так сказать, подход к доступу денежных средств. Мошенники стали использовать программное обеспечение, такое как Anidesk программа устанавливается на мобильный телефон, просят это делать, и получают с помощью этой программы удаленный доступ ко всей информации на мобильном телефоне. Они видят все, что находится на экране у пользователя. В это время они просят войти пользователя самостоятельно в свой личный кабинет, произвести какие-то манипуляции. Но так как они видят и логины, и пароли, и то же самое могут поменять счет, на который будут перечислены деньги, таким образом они совершают хищение. Бывает и так, что от имени службы безопасности банка мошенники сообщают о проведении служебного расследования по факту хищения денежных средств клиента неустановленным лицом. Иногда вводят в заблуждение, рассказывая о подозрительной транзакции из другого города, в связи с чем просят не звонить в банк, мотивируя это тем, что звонок может помешать расследованию и предупреждают о наличии уголовной ответственности за препятствование расследованию. Звонок переключается на псевдосотрудника правоохранительных структур, который в ходе общения под предлогом страхования или блокировки счета предпринимает попытки получения необходимых сведений банковских карт. Лишний раз хотелось бы напомнить всем нашим клиентам, причем клиентам не только нашего банка, но и всех банковской системы, о том, что звонки на любые мессенджеры, как-то Viber, WhatsApp, Telegram или любые другие, спокойно клиент может их отклонять, поскольку сотрудники банка, если вы как клиент находитесь на территории Республики Беларусь, сотрудники банка никогда не звонят на подобные мессенджеры. звонки осуществляются либо на телефонные стандартные номера, либо на мобильные номера. И уже, естественно, говорилось об этом неоднократно, что сотрудники банка никогда не спрашивают никакие личные данные, не запрашивают данные об остатках карточек, о операциях, произведенных вами. Поэтому будьте бдительны. Мошенники не гнушаются подделывать различные ресурсы – интернет-банкинги, торговые площадки, платформы и сервисы, на которых доступна оплата онлайн каких-либо товаров или услуг. Схожесть с реальными сайтами порой достигает очень высокого уровня. В настоящее время наблюдаются две основные схемы мошенничества. Злоумышленник выступает в роли продавца или притворяется покупателем. На куфре совершение преступления происходит следующим образом. С продавцом товара связывается злоумышленник. Обычно это происходит вне самой площадки куфра, то есть посредством вайбера или какого-то другого интернет-мессенджера. Говорит о том, что готов купить, предлагает осуществить доставку товара через службу доставки, присылает ссылку на сайт службы доставки, которые очень похожи на настоящий, но это, скажем так, мошеннический сайт. Потерпевший вводит данные своей банковской платежной карты на этом фишинговом сайте. И, соответственно, эти данные банковской платежной карты становятся известны злоумышленникам, и таким образом происходит хищение денежных средств с карты граждан. Для оплаты покупок в интернете лучше завести отдельную карту и не хранить на ней много денег. Если вам прислали ссылку на почтовый ящик, в мессенджер или смс-сообщение, то независимо от того, кто отправитель, прежде чем ее открывать, следует особенно внимательно проверить доменное имя. Если вы стали жертвой мошенников и ввели данные банковской карты, то необходимо в срочном порядке произвести ее блокировку, позвонив в банк, либо три раза введя неверный пароль в интернет-банкинге. В случае необходимости обратиться в правоохранительные органы, при этом сразу сделать скриншоты фишинговых страниц и переписок с мошенниками. Хотелось бы предостеречь граждан, которые таким образом зарабатывают. Это не тот заработок, которым нужно зарабатывать. В настоящий момент органы внутренних дел обеспечены всем необходимым оборудованием, которое позволяет устанавливать в особенности граждан Республики Беларусь, которые занимаются таким видом преступлений. И рано или поздно лица, совершившие данные преступления, будут привлечены к установленной законам ответственности. О наиболее популярных видах мошенничества, когда аферисты представляются работниками банков и узнают у клиентов ценную информацию, а также о других методах обмана по телефону. Прямо сейчас в студии программы «Де-факто» интервью с временно исполняющим обязанности начальника управления по противодействию киберпреступности управления внутренних дел Гомельского облсполкома Вадимом Борсуком. Вадим Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вадим Владимирович, по каким видам мошенничества в 2020-м наблюдался рост преступлений? В 2020-м году наблюдался рост киберпреступлений, связанный с вишингом и фишингом. Что подразумевает под собой данное преступление? Вишинг – это преступление, связанное с тем, когда злоумышленники, представляясь банковскими работниками, звонят на телефоны потерпевших граждан и под различными предлогами выманивают у них реквизиты платежных банковских карт, которые впоследствии используются для хищения денежных средств от счета. Фишинг же представляет собой схему, при которой злоумышленник под различными предлогами предлагает потерпевшему перейти по ссылке на фальшивый сайт банковского учреждения, либо какого-то почтового учреждения, либо интернет-сайта, где необходимо в последующем вводить реквизиты банковских карт, и впоследствии злоумышленник зловладевает ими и совершает с ними противоправные действия. И все-таки более популярные виды мошенничества – это какие? Вишинг или фишинг? Ну, более популярны по-прежнему остаются вишинг, когда непосредственно ведется беседа с потерпевшим по телефонной связи. И в последнее время, в течение текущего года, уже после того, как проделана определенная большая работа с операторами связи, такие звонки осуществляются на различные мессенджеры. То есть уже по телефонной линии преступник не позвонит? Или фиксируется? В данном случае, в текущем году таких случаев не фиксировалось. Во всех случаях звонят на телефонные номера, которые привязаны к учетным записям мессенджеров. То есть абоненты должны понимать, что если звонят по мессенджеру, то и представляются работниками банка, значит, скорее всего, а может быть, даже не скорее всего, это точно какие-то преступники. Совершенно верно. И еще есть такая схема, наиболее тоже популярная, набирающая обороты в текущем году. Это схема хищения через торговые площадки бесплатных объявлений. Расскажите подробнее, пожалуйста, об этом. Эта схема представляет собой то, что злоумышленники осуществляют поиск интересующих по какой-то причине их товаров и под видом покупателя просят, значит, потерпевшего сообщить реквизиты своей банковской карты якобы для зачисления ему денежных средств за приобретаемый товар. Либо по второй схеме сами выкладывают объявления с товаром популярным каким-либо, это, как правило, компьютерная техника, либо легко реализуемый какой-то товар по заниженной цене. В таких случаях большим спросом пользуются эти объявления, пишет большое количество пользователей. И, пользуясь этим, злоумышленником начинает каждого из потенциальных потерпевших торопить и просить ему в ускоренном порядке сообщить карту, номер карты, либо просит какой-то аванс небольшой, но, опять же, при этом просит реквизиты банковской карты. И во всех этих случаях исход один. Денежные средства с банковского счета исчезают. Ну, а как отличить реального покупателя, товара, который выкладывает в интернете, например, кто-нибудь из пользователей этой площадки, либо все-таки это мошенник, звонит с целью того, чтобы выводить полезную информацию, данные о платежных картах? Ну, есть несколько таких правил, которые могут предостеречь от этого. Во-первых, не стоит кидаться на дешевизну. Если товар там несколько раз кто-то выкладывает дешевле, чем его рыночной стоимости, уже стоит задуматься. Это первый момент. Второй момент, как правило, такие, значит, злоумышленники выманивают с территории торговой площадки в какие-то сторонние мессенджеры человека для дальнейшего общения. Потому как знают, что на торговой площадке ведется, все это документируется, и, как правило, нам гораздо проще с этим работать. Поэтому ни в коем случае не общаться вне торговой площадки с покупателями, с продавцами. На всех сайтах бесплатных объявлений предусмотрены свои мини-мессенджеры для сообщений, для общения. Пользуйтесь, пожалуйста, ими. Все сайты бесплатных объявлений в настоящее время большое изобилие размещают профилактической информацией, в том числе предоставляемой нашим подразделением, главным управлением по противодействию киберпреступности. Не забывайте подсчитывать это. Очень полезная информация может быть для каждого. Вадим Владимирович, возвращаясь к теме вишинга, какова динамика преступлений в 2021 году по Гомельской области? В 2021 году, к сожалению, на текущую дату мы имеем, опять же, рост преступлений данной категории порядка в два раза по сравнению с прошлым годом. О каких цифрах речь? На текущий момент зарегистрировано порядка 450 преступлений, связанных с хищением путем использования компьютерной техники, ну и порядка 20 преступлений в сфере информационной безопасности. В чем заключается сложность раскрытия данных преступлений? Сложность заключается в том, что преступники используют средства анемайзеры, которые скрывают их реальное местоположение, реальный IP-адрес и делают для нас определенные затруднения в установлении фактического местонахождения. То есть проходит определенный период времени, но тем не менее, рано или поздно все-таки мы доходим до истины. И в прошлом году был ряд сдержаний, в том числе и на территории реческого региона, скажем так. То есть некоторые кибермошенники находятся на территории Беларуси, и именно в территории нашего государства осуществляют преступную деятельность? В составе межтранснациональной, скажем так, группы. То есть часть все-таки необходимо здесь каких-то граждан этим злоумышленникам иметь для беспрепятственного вывода денежных средств. Ну, основной костяк, как правило, находится за рубежом, но опять же мы с ними работаем, передаем правоохранительные органы иностранных государств информацию, и борьба ведется постоянно, ежедневно. Но опять же, наши усилия и борьба несопоставимы с тем, что могут сделать граждане сами для себя. Мне почему-то казалось, что большинство кибермошенников, которые орудуют на территории Беларуси, они работают с данными банковских платежных карт зарубежных пользователей. То есть как раз-таки ведут телефонные переговоры с лицами иных государств, не на территории нашей страны. Да, есть и такие злоумышленники. И в прошлом году при взаимодействии со смежной нашей структурой при непосредственном участии сотрудников криминальной милиции, в том числе нашего подразделения, был задержан один гражданин. Пока данные его сообщать я не имею возможности, который занимался именно такой деятельностью. У него на технике обнаружены платежные реквизиты тысяч, скажем так, граждан иностранных государств. В настоящее время все это находится в стадии обработки и проверки. Ну, в скором времени, я думаю, станет достоянием общественности. Вадим Владимирович, какие данные и сведения платежных карт ни в коем случае нельзя сообщать кибермошенникам? В настоящее время ничего не поменялось, Александр. Как и раньше, ни в каком случае нельзя сообщать ни номер карты, ни срок ее действия, ни секретный ЦВВ-код, размещенный на тыльной ее стороне. И тем более, содержание приданных сообщений, смс-сообщений, вдомлений банка, которые необходимы для проведения платежных операций. Каким уловком прибегают сегодня телефонные мошенники в процессе разговоров с своими потенциальными жертвами? В текущем году кибермошенники применяют новую схему, но она несущественно отличается от старой. Уже людям начинают постепенно доходить о том, что нельзя в открытом виде сообщать номера банковских карт, сроки действия, защитные коды, смс-ки, и злоумышленники идут на уловки. Они в настоящее время предлагают в ходе беседы, представляясь, опять же, сотрудниками банка, либо службы безопасности, либо сотрудниками проохранительных органов, установить на свое устройство, будь то ноутбук, либо какой-то мобильный гаджет, соответственно, приложения. Такие приложения, как TeamViewer и AniDesk, они находятся в общем доступе в сети интернет, они вполне легальные, но в руках злоумышленника они становятся предметом для совершения преступления. Что делают далее злоумышленники после того, как заставляют установить данные приложения? Данные приложения помогают осуществлять удаленный доступ злоумышленнику к вашему устройству. То есть он без вашего ведома может смотреть, что происходит на экране, может совершать определенные операции, манипуляции, и ему уже достаточно того, чтобы вы сами зашли в свой личный кабинет в банке, в свой интернет-банкинг, совершили какую-нибудь проверочную операцию и так далее. И все логины, пароли, все необходимые реквизиты для хищения денежных средств потом оказываются опять же у злоумышленника. И более того, психологически работая на высоком уровне с потерпевшим, некоторые злоумышленники даже доходят до того, что заставляют потерпевших снимать деньги со всех счетов, даже тех, к которым не привязаны банковские карты, нести их в банк и ложить на свою банковскую карту, к которой они уже имеют доступ. И в данном случае человек лишается просто всего. Каким образом это происходит? Какие лингвистические приемы они используют? Ну, к сожалению, я не обладаю технологическим образованием. Но все под угрозой снятия наличных и угрозой безопасности счета. берут на том, что уже произошло что-то непоправимое со счетом и может помочь только человеку восстановить именно этот сотрудник, который ему звонит. Поэтому некоторые люди пугаются и бездумно просто следуют тем указаниям, которые ему дает человек. Вплоть до того доходит, что человек заходит в банк и общается при этом до проведения самой операции, до самого конца по телефону в мессенджере с этим злоумышленником. Хорошо, а как следует общаться с кибермошенниками, телефонными аферистами? С ними следует общаться кратко. Если вы не уверены в своей психологической устойчивости, лучше просто сказать, что извините, я сам позвоню в банк и закончить разговор. Потому что как бы человек себя не считал уверенным в плане того, что его никто не может не загипнотизировать, не заговорить, здесь действует правило нескольких да. То есть постепенно человека, опытный психолог подводит к тому, что ему необходимо в конце концов сообщить вот эти заветные для злоумышленника реквизиты. Поэтому если в любом случае самый лучший вариант это просто завершить разговор без объяснения причин. Если вы все-таки засомневались в том, что с вашим счетом все в порядке, лично обратитесь в банк и убедитесь в этом. Либо позвоните по телефону банка, указанному на официальном сайте сами. О попытке телефонной аферы нужно сообщать милицию? Несомненно, конечно, сообщать. Мы всю эту информацию аккумулируем, у нас есть определенные учеты и впоследствии нам это в определенной мере помогает. Если говорить о возможности раскрытия киберпреступлений, то каковы тенденции, какова раскрываемость данного вида правонарушений сегодня в Гомельской области? Над раскрываемостью данного вида киберпреступлений работает ежедневно и наше подразделение, и Главное управление по противодействию киберпреступности. Уже даже проведя так сказать линию между тем, что был отдел, стало управление, это уже говорит о многом. Это говорит о том, что на государственном уровне этой проблеме киберпреступности уделяется очень большое внимание, и никто нам не даст сидеть сложа руки, и соответственно мы делаем все, что возможно. Хорошо, ну что ж, я желаю удачи вашим сотрудникам для раскрытия преступлений в интернет-сфере. Спасибо, Александр, спасибо, уважаемые телезрители. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец», подборка происшествий, которые попали в объективы камер наружного наблюдения, видеорегистраторов и мобильных телефонов людей со всего мира. В Сицилии произошло извержение вулкана Этна. Столб пепла поднялся на высоту более километра. Близлежащий аэропорт Катани приостановил работу, но по сообщению властей опасности для местных жителей извержение не представляет. К сведению, Этна крупнейший в Европе действующий вулкан. Его извержения в последние годы происходят раз в несколько месяцев. Обычно они не приводят к каким-либо разрушениям. А это кадры гигантского оползня в Эквадоре. Посмотрите, как сход грунта видоизменяет ландшафт. Деревья стали приподниматься вместе с почвой и падать. Потоком сели накрыло населенный пункт и стерло его с лица земли. Поврежден мост и железная дорога. Сообщается, что большинство жителей успели эвакуироваться. К инциденту на заправочной станции. Это кадры пожара, который начался из-за искры, что говорит о том, что в жару лучше заправлять автомобиль, заглушив двигатель. После взрыва заправщик убежал, а водитель судорожно пытался выскочить через боковую дверь автомобиля. К счастью, ликвидировать возгорание удалось на месте при помощи огнетушителя. А такое возможно только в Бразилии. Вертолет совершил экстренную посадку на автомобильной дороге и сломал свои лопасти, опроезжавший мимо грузовик. Водитель автомобиля не соизмерил дистанцию и проследовал на небезопасном отсюда расстоянии. Что тут скажешь, нетипичный пример столкновения. А так работают автомошенники в Таиланде, которые разводят дальнобойщиков на деньги. Посмотрите, с каким завидным постоянством подставляется под грузовик водитель этого седана. Первый раз не вышло. Дальнобойщик вовремя затормозил. Подставились еще. В итоге больший груз разбил легковушки бампер и отправил ее в кювет. Как правило, в таких ситуациях потом начинается шантаж угрозой вызова полиции и перспективой изъятия прав. Догадайтесь сами, как большинство дальнобойщиков предпочитают решать проблему. Отметили удачный шопинг крепкими напитками и не смогли преодолеть подъем по эскалатору. Эти две китаянки не сразу вернулись домой с покупками. Лучше бы девушки в тот вечер воспользовались обычной лестницей. В начале подъема одна из них потеряла вновесие и упала, потащив за собой подругу. Ну а дальше начались сплошные кувырки по ступеням. С полминуты девушки пытались сообразить, как встать на ноги и выбраться из-за подни. В итоге одна из них выползла с эскалатора на четвереньках, другая таки удержала равновесие и осталась сидеть на подвижных ступенях. Медики диагностировали у китаянок ушибы и порезы. А для этих жителей Поднебесной печально завершилось катание на подвесном аттракционе. Что-то пошло не так и сидения с людьми стали резко терять высоту. От удара о землю пострадали 16 человек. Людей доставили в больницу с различными травмами. Правоохранители расследуют инцидент. Назначена техническая экспертиза. Ряд потерпевших обратились в суд с исковыми заявлениями. И последнее. Думаете, что в Беларуси навалило много снега? Ошибаетесь. По-настоящему много осадков выпало в Сибири. Вот кадры из глубинки. Под ногами у очевидца крыши домов. Рядом верхушки столбов, линии электропередачи и очень-очень много снега. А это подкоп, ведущий к обходу в жилой дом. Представляете, как пришлось поработать лопатой, чтобы выкопать такое углубление. Когда будет таять, начнется настоящее наводнение. Это была программа «Де Факто». Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. Берегите себя и близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова